В праздник Средния Господня во всех храмах и монастырях Свердловской области прошли торжественные богослужения. Многие екатеринбуржцы собрались в этот день в храме в честь Вознесения Господня, где божественную литургию совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотужский Кирилл. Не случайно, что архиерейская служба состоялась именно в этом Екатеринбургском храме. 15 февраля 1991 года, в праздник Средния Господня, в Вознесенском храме была совершена первая после долгих лет литургия. Двери храма снова распахнулись для уральцев, а для кого-то это была первая встреча с Богом. Именно в самом начале открытия для себя церкви, открытия для себя Бога, верующий человек, живущий в нашем городе, вдруг увидел открытым и этот святой храм. И через этот храм прошли очень многие люди, и многие священники, и многие миряне, и многие приходы, которые открылись сегодня в городе, они получали свое начало, свой исток, свою жизнь приходскую именно здесь, в этом Вознесенском храме. Праздник Средния воспринимается как событие вне времени. Первая встреча человечества с Богом переживается как факт вселенского масштаба. Главный же смысл значения праздника – сфокусировано человеческой личности. Каждый человек на своем жизненном пути должен встретить своего Творца и Господа. Вдруг наступает нечто, и вот это ощущение присутствия Божия лично в твоей жизни, оно настолько охватывает тебя, заполняет тебя, что ты начинаешь понимать, что действительно Бог, Он призывает каждого из нас. И в нашей жизни нет другого счастья, кроме того, которое может быть, ощущаться в сердце человека, когда он сам ощущает в своей жизни, в своем сердце, в глубине своей души присутствие Божие. Что же происходит потом? Часто в нашей жизни случается такой период, когда мы удаляемся от Бога. Мы настолько привязаны к самому себе и ко всему земному, что забываем Господа, а порой и начинаем обогатворять самого себя. Когда человек вдруг перед открывающейся ему тайной вечности, в это мгновение жизни начинает понимать, что он сделал для того, что остается за его душой. И очень часто понимает, что ничего, кроме суеты, кроме робота, раздражительства, кроме какой-то внутренней, постоянной неприязни и ненависти ко всему. И вот это для нас страшно. Делайте доброе в этой жизни. Не проводите дни бессмысленно, не любите себя до беспамятства, а старайтесь делать что-то, что должно остаться в вечности, что должно войти туда, где ты будешь не прикрыт никакими связями и никаким лукавством в своей душе, где твоя жизнь откроется такой, какая она есть на самом деле.